Дальше рынок, то есть обслуживание электросетей, выбор не боится этого формата, предлагает квалифицированную свою продукцию, есть стоимость услуги и она абсолютно четко прозрачно открывается и это все есть в договорных отношениях. Не подает в суд или не пишет жилком сервису, что пошел вон, простите. Ни одно СМД, которое вышло даже через суды конфликтные при такой ситуации разрыва, для будущих своих поставщиков услуг не было должником. Что до разрывания договора, и цей саммитерин, здесь нет оплаты, всех видит платить. Нет, рабочая группа, фамилия, имя, отчество. Нас объединяют проблемы на самом деле. Европейское сообщество, анализируя эти проблемы, приходит к выводу, что нас необходимо на такой площадке объединить, чтобы мы еще раз увидели друг друга и поняли, что самая сложная проблема все-таки состоит из ряда небольших. И наконец-то начали их постепенно разрешать. Представители власти и представители компаний, крупных поставщиков монополий, поставщиков коммунальных услуг, они могут вот в такой непринужденной обстановке, без, скажем так, возможного отсутствия накала страстей, но все-таки детально разобраться в каждой проблеме. Какие это проблемы? Это сложности заключения договорных отношений, это истребования от собственников тех документов, которые им сейчас не передаются, которых у них фактически нет. Это подтверждение права собственности на многоквартирный дом, который фактически никто не может подтвердить из-за отсутствия природы такого документа. Есть определенные результаты, мы выработали резолюцию. Одной из инициатив резолюции выписываем требования о создании рабочей группы при углу Энергай. С 2012 года Харьковский областной совет проводит конкурс развития территориальных домов «Разум и Майбутни». Это конкурс мини-проектов, в рамках которого УСМД имеет возможность подавать свои мини-проекты. В данном время это больше приоритет энергосберегающий, энергоэффективные мини-проекты. И получает поддержку из областного совета на условиях софинансирования. 50% стоимости этого проекта – это вклад областного бюджета, 5% – это вклад УСМД и 45% – это вклад местных советов. Есть государственная программа энергоэффективности, вы не слышали, теплые кредиты так называемые. Областного бюджета будет возмещаться 20% от тела кредитов, которые берет УСМД на проведение энергоэффективных мероприятий. То есть что мы сделали? Мы заменили трубы, мы сделали нормальный ремонт в подъездах, мы сделали нормальную крышу. Мы изначально поставили в 1997 году приборочное отопление. Эффект, который мы получили от утепления, составляет 6,58 квадратный метр за прошлый отопительный сезон в городе. Это было 16,42. И плюс 2 гривны платим кредитных средств в месяц, это получается 8,58. С новым подорожанием мы установили индивидуальный тепловой пункт, который даст еще нам 20% экономии. Я так думаю, что это будет отопительный сезон, мы встретим не с 30 гривнами квадратный метр, а где-то с 12 у нас будет квадратный метр. Сметная стоимость данного утепления – 2,5 млн, а мы потратили 1,250 млн. За счет средств 50% или средств собственников многоквартирного дома, они же остались, 670 тысяч последних мы брали в том году. Это были кредитные средства, где 168 тысяч погасило государство в рамках государственной программы теплые кредиты.